Металл Гир Солид Игра для меня вышла довольно неожиданно Я не следил за проектом Но Учитывая, что у меня есть возможность Сейчас поиграть в неё на Xbox 360 Мы это и делаем Хидео Кодзима Великий человек в игровой индустрии Создал великую Я бы сказал каноническую вселенную Металл Гирл Ну потом уже под заголовком Солид, которую можно считать Игрой стоящей у истоков Жанра вообще стелс Эталон Этого жанра Я, если честно сказать Вряд ли играл во все игры Но в основные проходил И ещё довольно свежи воспоминания О четвёртой части Конечно же все знают, что Игры выходят Как сериал, да Но они переплетены Временные отрезки Вселенной Металл Гирл Переплетены тесной связью Выходят не в хронологическом порядке Так и здесь Эта часть Ground Zeroes Является прологом Как уже сказал К Phantom Pain А вообще события Происходящие в этой игре Происходят Примерно между Примерно после Частей Snake Eater И Сейчас как последняя Peace Walker И До событий Первых частей Выходивших ещё на Sony Playstation Много можно говорить Об этой игре Но давайте будем Говорить о всём Параллельно Уже её проходя Кстати говоря Это Первая серия Которую записываю На своём новом Микрофоне Как вы помните У меня был Nadi USB Сейчас у меня Я его отправил на обмен Ну и обменял я его На M-Audio Вокал студия Посоветовал мне От микрофона Zenith В принципе он меня Устраивает Конечно же нужно будет Немаленько ещё По мере Выпуска серии Подстроиться Немножко под Качество звучания Со временем Всё будет намного лучше Но перед тем Как начинать Мы с вами Почитаем Заголовок Предыстория Разработчики Дают вам такую возможность Если вы не фанат серии Коим я не являюсь Я почитатель Но не фанат Но хотите знать Мелочи Этой вселенной Её предысторию И в частности Данной игры У нас есть такая Возможность Давайте почитаем Жил на свете Человек Который был Легендой Среди наёмников Человек Который задолго До появления Частных военных Компаний Собрал Грозный отряд Солдат А позже Босс Произошло Территорий Который был наставником Он сталкивается С отрядом Сан-Сан-Денистского фронта Сан-Сан-Денистского фронта Хьюи и рассказал Об ужасном плане Сан-Сан-Денистского фронта Который отклонился От исходной цели Исследования И не только Воссоздал Голос Босса Но и практически Возродил её душу В форме Искусственного интеллекта Что если Босса и вправду Удалось полностью Возродить Хотя и в форме ИИ Снейк колебался Поскольку идея Стрэнджлова Задела в нём Чувство утраты Как только Снейк потерял Бдительность Его тут же Захватили в плен ИИ Босса был завершён И свет увидел Боевой шагающий танк С ядерным вооружением Пис-Волкер Все усилия Снейка прошли даром Поскольку Пис-Волкер Был готов К запуску Ядерной ракеты И в этот страшный момент Когда всё человечество Стояло на пороге Ядерной катастрофы Его спасла Сама эта машина ИИ Босса Затопил Пис-Волкер На дне озера Никарагуа Остановив запуск Когда кризис миновал Снейк использовал Недавнюю мобилизацию Чтобы и дальше Продолжать расширение Главной базы Снейк понимал Что ИИ Спас Мир Но это Не меняло того факта Что эта система Основанная на разуме босса В конце концов Приняла решение Сложить оружие Поскольку Снейк сам был оружием Для него Это было всё равно Что лишиться смысла жизни И смотря на это Снейк и Миллер Пригласили доктора Хьюи Стрэнджлова На главную базу Для разработки Металгейр Зэки Двуногого оружия На которое Предполагалось Установить ядерную боеголовку Таким образом Сделав и группу Ядерной державой Одновременно с этим На главную базу Взяли Пас Уже бывшую Сиротой Которую По окончании кризиса Бросил ещё и Её покровитель Из КГБ Однако всё это Было подстроено Разведывательная служба Известная как Шифр По приказу Шифра Пас Сблизилась с Амандой Чика и другими Узнав всё больше О базе И вынашивая Тайный план Угнать Зэки Её заданием Было использовать Это оружие В качестве козыря Чтобы заставить Снэйка Стать военной силой Шифра Однако планы Пас провалились Когда Снэйк смог Победить Зэки А её бросили В воды Карибского моря Снэйк лишь потом Узнал Что Чика Влюбился в неё Её дневник Обнаружили на базе Лишь несколько дней Спустя Только тогда Стало известно Что девочка Буквально разрывалась Между необходимостью Служить Шифру И служиться своего сердца Вероятно Из-за того Что Шифр узнал От Пас о том Что у Снэйка Есть ядерное оружие Магате Оказалась Главной базой Запроса На ядерную инспекцию Если бы кому-либо Стало известно О том Что отряд Снэйка Имеет ядерное оружие Её бы подверг Жестокой критике Весь мир Но Хьюи Уведомила Магате О том Что главная база Готова принять инспекцию Он мотивировал это тем Что если они спрячут От инспектора в Зэке И его ядерный заряд Они смогут показать Международному сообществу Что не предоставляют угрозы Так как возможности Отозвать инспекцию Уже не было Снэйк и его люди Неохотно начали к ней готовиться Тем временем Аманда Которая прибыла на Кубу Узнала Что Пас выжила Подозревая её В предательстве Организации Шифр захватили Пас И начал её Допрашивать На военной базе США На южном берегу Кубы Чика узнал об этом И познамерился Освободить Пас самостоятельно Вскоре после этого На главной базе Получилось сообщение Чико Которому говорил Что его тоже схватили в плен Подозревая Кем действительностью Является шифр Снэйк не мог допустить Чтобы сведения Известные Чико и Пас Попали в руки этого человека Более того При спасении Пас Он мог рассчитывать Получить от неё информацию Которая бы позволила Ему дать шифру Отпор И накануне Ядерной инспекции Снэйк решил Отправиться на Кубу Вот такая вот предыстория Краткое Можно сказать Содержание Предыдущих серий Да В одном Можно сказать ясно Что Метал Гер Это Такое Хитросплетение Сюжетов Персонажей И Детективных Моментов Что просто В диву Даешься Как это всё Можно придумать И Я уверен Что фанаты серии Конечно же Все это знают Я Скажу так Я если честно Не ориентируюсь Особо В этой вселенной Но отношусь к ней С глубоким уважением И тем самым Давайте начинать играть Поехали Здесь как вы видите Своего рода Одна миссия Есть ещё Другие Но они как вы видите Опять же закрыты То есть Подозревают Что после того Как мы выполним Граунд зиру Что-то появится ещё Поехали Выбираем Нормальную Сложности Зачем нам Хардкор В Тевернак Когда мир ещё Делился на Запад и Восток Босс Создательница Спецназа Героя Второй Мировой Войны Дезертировала Советский Союз Ну здесь Такие вот Вставочки Из вселенной Метр Гир Для опять же Таких Простолюдинов Как я По приказу Противства США Её последний ученик Нейкит Снейк Убил её Но для босса Это дезертиста Было не более Чем прикрытие Её заставили Принести себя в жертву Чтобы подтвердить Ядерную войну Но читать это можно До умопомощения Тем более Что читать я такие вещи Люблю Поэтому давайте начинать Його Чем Этот ролик мы могли видеть на… не помню, какая выставка была, врать не буду, возможно, не три, на представлении вообще пятой части, Phantom Pain в частности и Drown Zeros. А вообще время разделяет десятилетняя кома сюжеты и Drown Zeros. Не волнуйся, я оставил мою слово. Он долго страдал. Дальше. Ты получил это. Как ты чувствовал, играть на трейдере? Нет больше игроков. Ты сейчас настоящий человек, солдарь. Рикардо Чико, Валенсиано Либер, молодой доброволец. Совсем молодой. Дай мои уважения к твоему боссу, когда ты домой. Дальше. Здесь есть возможность слушать песни с плеера. Есть даже возможность, я уже посмотрел, слушать ваши медиафайлы, находящиеся на жестком диске вашей консоли. Я напомню, игра выходит на всех платформах, консолях и Next Gen и, ну теперь можно сказать, Old Gen. Мы с вами играем, я напомню, на Xbox 360. Кстати говоря, Ground Zeroes это будет первая игра от Kozima Productions, которая будет использовать совершенно новый движок нового поколения Fox Engine. Геннадий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Красивый эффект Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и срежистрировано, конечно, Хедео Кодзима Вообще, наверное, правильно читается Коджима По транскрипции врать не буду но как-то привыкли все называть его Кодзимой Так вот он наш портативный радиоисточник Портативный радиоисточник Который служит над своеобразным КПК. Так, ну хорошо. Ну, перед тем, как использовать бинокль для осмотреть эту базу, которая выглядит просто гигантской, давайте посмотрим, что у нас есть в базе данных. Карта. Так, это наш герой. Снэйк. Я так понимаю, это наша главная цель, да? Можно поставить маркер. Так, это что у нас? Не совсем понял. Так, нажал карта спутник. Что поменялось? Ничего не поменялось. Так, это зона посадки. А это? Ну, нам явно сюда. Давайте посмотрим, что у нас еще в меню. Информация о задании. Отобранные данные о миссии. Так. Ну, как-то не густо он нам передал, но главное, что информация есть. Посадки здесь тоже. Мы находимся в районной области. Есть какие-то стадии в саду большого здания. В саду, в саду, в саду, в саду. Это, где мы живем. Помогите, снэк. хорошо жизни этих маль мальчика и девочки девочки конечно тяжело назвать на наших руках можно вызвать улетали для эвакуации и проигрывать как я уже сказал player аудиозаписи мне это не особо интересно здесь также брифинг есть дневник пас то есть читать можно до усрачки так но это можно читать я не знаю хотим ли мы это делать я конечно прослушал но что-то уж очень их много но вообще эта игра всегда содержала очень много литературы и аудиозаписи эта часть не стала исключением так ну хорошо давайте немножко осматриваться и понимать что куда зачем и сколько ну хорошо так ну хорошо давайте продолжим меня позабавила вот эта функция упал отжался забыл я уже конечно эту игру надо не странно при том колесе проектов которые я прохожу так нам нужно посмотреть бинокль так что я вижу что я вижу большую военную базу так вот хорошо можно слушать все о чем говорят так что-то немного у нас фрейм рейт падает так ну-ка дядька о чем ты говоришь спишь 60 метров до тебя убрать на на будет самая легкая наша задача ну да эта игра никогда не была про торопливый шутер здесь бежать некуда учитывая что игра короткая торопиться не буду вдвойне горит даже любая болтанья может помочь тебе что-то узнать так вот и явно сам собой болтать не будешь если ты не дурачок я не вижу никаких солдат которых можно было бы подслушать так ну вот они на вышках наши главные пока что враги цель наших где-то в той области как автомобиль ну-ка что ты мне еще скажешь да мы заметили врагов это раз мы их таким образом помечаем к нам к ним прислушиваемся мы помечаем всякого рода пушки то что может нам помешать продвигаться незамеченным так в принципе я особо больше ничего не вижу такого чтобы заинтересовало меня в особенности снэйка а он солдат одет причем один да это напоминает кучу игр подобного плана шпионского спинтер целый какой-нибудь гост рекон фьючер солджест игра который я прошел с другом вообще в удовольствие там эти все дроны и все остальное так он что-то послал на андроид давайте посмотрим чем-то на андроид послал так надо все эти брифинги и дневники да это вот музыка из пис волкера дневник пас но очень много всего ладно давайте потихоньку проходить я так понимаю вот этого дядьку мы уберем самого первого ой 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 чуть не запалил меня все лежи 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 давайте здесь спустимся конечно так вот этого солдата я не пометил что ты симпатяга так давайте посмотрим как светит фонарь и по-моему я смогу проползти под этой решеткой да он светит довольно далеко так под решеткой явно не проползу это очевидно значит нужно убирать этого на вышке давайте так и сделаем так ну стрелять по нему не будем попробуем убрать он что не на самом не на что не на есть шпионскими ближними ударами хорошо так можно подобрать его винтовку но она мне нахер не сдалась давайте выключим фонарь и можно посвятить давайте кого-нибудь вот сюда уберем подальше от себя так что мы отсюда видим тех солдат мы уже пометили их не так много кстати говоря солдат этих так теперь нужно найти точку проникновения заборе я никаких слабых мест не вижу как-то через главный вход как белые люди есть он здесь вообще есть хорошо что не надо скрывать замки а то я в сиф уже настолько раскрывался так мнение я не это хотел я хотел пометить место на андроиде так у нас гости это не есть хорошо давай давай проезжай тут ничего интересного а я пока помечу свою точку интереса так она тут достаточно далеко идти это солдаты помечено нет конечно эти точки эвакуации чё попробуем пушку и сестры солдатов что-то не хочется из строя выводить так но тут совсем рядом как второстепенное задание противник покинул зону посоветуй посоветуй так ты пока от меня далеко да ты далеко это не нравится мне был бы ты ближе я тебя убил но ты далеко вполне так дядька ты будешь ходить не будешь стрелять неохота хочется все по четкому так еще и отвлекают тому же так он ушел обратно ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой быстрей быстрей напугали кстати а пушку он рядом со мной совсем от меня недалеко а я испугался я такой я испуглю их я просто хочу высечь постовых чтобы не бояться их бояться постовых не мое любимое занятие хорошо так вытаскивать трупы противников это нормально давайте его вот сюда вот кинем хорошо как это патрон это понимаю да так в принципе фонарь нам не мешает давайте к пушке сейчас только главное чтобы никакая машина опять не поехала а то они меня пугают так спокойно вот она пушка на нее можно сесть тупо и все это понимаю уничтожать ее не надо да на нее можно сесть но это для любителей рэмбо игр сельвеста сталлона со сварснеггером вижу взятых так здесь есть дверь пожалуй фонарик там нужно было отодвинуть так вы думаете есть там кто нет не вижу но зайти внутрь и немножко погреться послужить послужить свои снеговские трусы будет не лишнее так что это у нас дымовая граната возьмем чем черт не шутил кстати есть у нас основное второстепенное оружие гранаты сигнальная ракета так ну вертолет мы вызовем да много говорят о том что по окончании миссии нам нужно будет вызвать вертолет у нас есть дымовая граната и сигнальная граната но желательно место найти такое где вертолет не могли бы сбить так мы магазин давайте возьмем почему нет чем они меняются разница в чем их один бросается другой подбирается ладно на суть важно мне удобнее кстати говоря когда игрок слева а не справа так тут я привык так мы потихоньку движемся к цели потихоньку помаленьку так здесь вход есть нет здесь бы нам лучше сначала осмотреться потому что эту территорию я особо не разведывал там стоит солдат чихает приболел поэтому лучше его обойти с этой стороны вообще лучше конечно их помечать так главное чтобы машина опять не поехала потому что такие непредсказуемые так но он говорит о том что когда ты в спокойствии ты можешь видеть передвижение врага даже сквозь стены но это нормально так попробовать его убрать и пройти через лагерь потому что где-то поймает а колючая проволока там еще один постовой до которого нам не добраться так спокойно 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 он напрягся напрягся спокойно 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 вот так вот так вот это знаменитый сигнал да мы как его всегда боялся ужас просто так на дороге бы конечно лучше его не оставлять честно говоря лучше его куда нибудь занести бросить куда нибудь вот здесь между палатками никого тут нету нету хорошо а мы потихоньку продвигаемся дальше конечно залезть бы куда нибудь на высокую точку и осмотреться так вон тут паренек меня напрягает он на меня еще и с фонариками своими светит так на мне остановился да я правильно понимаю давайте его пометим и сразу пометим у того паренька хорошо он очнулся он очнулся лежать говорю ты че падла ты че творишь то ты не 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 я не мне не я не не как он может меня видеть как он может меня видеть это другой вопрос сквозь мусорку так если шаги ли мне показалось надо бы его наверно пометить это было вообще идеально хорошо так ну очевидно что у нас задача потихоньку продвигаться и судя по маркеру да мы совсем близко но шаги я слышу где-то вот здесь сзади вот спросите меня почему просто не вышибить его с автомата да такой заметил забавно да но вообще как вы можете видеть по расположению бочек солдаты всего остального есть возможность и поиграть в римбо так мы он у нас решил проверить будешь перескакивать нет а тут никого а неприятная ситуация да вот и отлично вот и отлично и побежал ладно парень ты меня достал равно чтобы не было никакой машины давай 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 хорошо не нужен магазин я хочу сбросить спасибо отлично пошли мы приближаемся мы совсем близко так давайте осмотримся я сомневаюсь что здесь уже сидит паза чика так все-таки мы добрались на цель должна быть где-то неподалеку начал дать и пометим тем кого мы уже видим так на вышке никого это хорошо это очень хорошо ну как минимум неплохо так и чё один охранник все на клетках вообще приятно всегда когда на связи с тобой есть какой-то живой человеком поставлено тебя координирует и с тобой общается создает нет такого ощущения нет такого ощущения одиночества так обыскать клетки я могу просто осмотреться сейчас только вот этого паренька бы высечь ну конечно можно снять и все в легкую я просто интересно если начнешь с прожектором двигать он начнет меня обнаруживать нет нет вроде вон нашли 17 метров сейчас другие поищем сразу клетки так два объекта всего 17 метров и вдалеке один а вот еще двое так он нашел чика вот это кто чики-брики и в домке ладно очевидно что у нас текущая задача просто вышибить этого солдата что уходит здесь один и помешать нам может только тоже он один так только нужно найти вход так двадцать восемь метров вот это опасно кто тут вернулся этот пошел сюда хочется не торопиться просто сделать все грамотно так но как минимум я знаю что здесь двое если я сейчас автомата это вышибает тот замечает тихо 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 мой сладкий хорошо извини друг но ты можешь просто ничего все работаем так 13 метров я сначала проверю 21 метр а уж потом проверю на 13 метров ты кто такой я знаю я что тебе помощь нужна нам тут всем помощь нужна проверю кто это так я понял можно несколько целей спасти так я знаю что щико по базлам щико щико Чико, это я! Нет! Нет! Поехали! Поехали! Поехали, мальчик! Поехали! 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 Чико, держila! Поехали! Good... - - Без тебя! Без тебя! Чико, дома! - Готовь! Готовь! Не борься! Вер... У меня есть Чико. И, Пас? Не здесь. Ты уверен? Я уверен. Чико может ходить? Держи. Не будет происходить. Вы должны его привезти. У него какие-то штыри, да, в сухожилии? Ну хорошо, у нас куча обновленных данных, понятно, что нужно оттащить Чика подальше, но сделаем это уже следующая серия, пока надеюсь вам понравилось, следите комментарий, подписывайтесь, ставьте лайки, всё, пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok